Всем привет! Я вам сегодня расскажу немножко про Docker. Меня зовут Сергей Милехин. Я лидер местной группы GTG, Google Developer Groups. Мы регулярно устраиваем всякие сообщества. Подписывайтесь на нас в Google Plus и так далее. Будете в курсе того, что где программы делаем. Вот такого рода события, мероприятия. Ну, давайте сразу. Вы, наверное, все сталкивались с виртуализацией, когда запускается виртуальная машина. Это, грубо говоря, как компьютер, только не компьютер. Она запускается, вы в ней можете устанавливать операционную систему и там какие-то свои приглашения разворачивать. Это прикольно и удобно. Вы можете взять образ виртуальной машины, кому-то передать. На нем все настроено и на нем все работает. Или вы можете это использовать для тестирования, когда вы поднимаете у себя виртуальную машину и в ней что-то компасите, и у вас там появляется какая-то нужная вам среда. Вы в этой среде что-то тестируете, например. Проблема в таком подходе в том, что виртуализация довольно-таки тяжелая штука. То есть она полностью эмулирует железную машину с ее биосом, видеокартой и прочим-прочим-прочим. То есть это очень много накладных расходов. Потому что самая быстрая виртуальная машина, они все равно стартуют там порядка минуты из-за того, что им нужно и получить адрес, все сервисы в операционной системе нужно запустить и так далее. Контейнеризация, в принципе, используется для похожих вещей, но она легче. За счет чего? За счет того, что при виртуализации у вас ваш компьютер на машине, ваша операционная система, гибридизор, собственно, виртуальная штука, которая запускает виртуальную машину. А вот дальше это уже полезная нагрузка, операционная система, которая установлена в виртуальной машине и приложение, которое вы запускаете. На самом деле, я не совсем честно написал, здесь еще можно добавить железо в виртуальную машину, потому что оно эмулируется. В случае контейнеризации у вас вот здесь вот пункта 4 и даже 4,5, которая железо и ось нет. То есть в докер можно напрямую запускать приложение. Зачастую в контейнере в докер есть операционная система, но это не то, что там куча процессов, которые поднимаются и что-то делают. Это просто набор библиотек, которые могут понадобиться вашему приложению, и окружение, которое может понадобиться вашему приложению. То есть если ваше приложение привыкло, что оно работает в Ubuntu и ожидает, что у него есть файлик addspath, то контейнер с операционной системой Ubuntu ему этот addspath предоставит. Но при этом это все гораздо быстрее и гораздо лучше. И еще важный момент. Какой же важный момент? Значит неважный. Немножечко разъясню терминологию. Образ это, как здесь я написал, это как класс. Это некая сущность, грубо говоря, бидарный файл на жестком диске, из которого вы можете потом спускать множество контейнеров. То есть контейнер это уже запущенный образ, это, как говорили, instance. А образ, он может где-то храниться, а контейнер это уже выбирает то, что у вас в лоберативке висит и запущенный. Так. Ну, собственно, перехожу постепенно к примеру. Что я в пример, собственно, делаю? Пример. Это... Давайте я... Правда? Нет, хватит. Ладно. Это дэшборд, который показывает ваши виды. Вот вы можете, например, двитить сейчас прямо с тегом VLDC, решеткой VLDC. И этот дэшборд, он ваши виды подхватит и отобразит две приложения. Чтобы вот это все сделать, я сделал три сущности. Во-первых, приложение, которое работает с твиттерами и получает оттуда твиты. Во-вторых, есть база данных, в которой эти твиты складываются. Во-вторых, есть фронт-энд, веб-приложение, которое входит в эту базу данных и эти твиты показывают уже конкретно в браузере. Вот это описание так называемого базового образа. То есть базовый образ — это... Вообще в докере образы они могут друг от друга наследоваться. Сначала я создал базовый образ. Его для этого базового образа я взял очень другой базовый образ. Это вот стандартный образ бетона, самой последней версии, в контейнере Alpine. Alpine — это специальная версия Linux, которая очень сильно урезана, чтобы ваш контейнер был как можно меньше. То есть получается в этом образе есть бетон и он как бы минимальный благодаря тому, что у него сборится урезанный Linux. Это фигня. Это я говорю, что нужно в образ мой добавить вот такой вот файл. Requirements текста — это стандартный бетонский способ, чтобы установить зависимости. APK — это Alpine менеджер пакетов. То есть при сборке образа будет запущена вот эта команда. Эта команда установит Git, потому что он понадобится далее. и установит, вот этот бетоновский менеджер пакетов, установит все необходимые вне зависимости вот этой Requirements.txt. Вернее, из вот этой Requirements.txt. То есть вот в этом файлике написано нужные мне пакеты прямо с их версиями. После выполнения вот этого вот, вот этого вот, вот этого вот add, вернее вот этой команды run, установится Git, установятся нужные вне зависимости в питон, и потом файлик Requirements.txt удалится, и удаляться зависимости, которые нужны были только для сборки. Вот здесь вот видите, я написал vir to depth. То есть я присвоил вот пакетам, установленным в этой строчке, такое вот виртуальное название. И потом по этому виртуальному названию я его удалил. То есть после того, как это завершится, у меня получается питоновский образ практически вот отсюда, но в него еще установлены необходимые мне пакеты. И теперь я вот этот образ могу использовать для своих каких-то контейнеров, которые будут использовать в этой библиотеке. Вот так вот выглядит сборка пакета. То есть практически все докерские операции с докером, они происходят вот с помощью команды docker. Docker, а потом какой-то action. Вот в данном случае docker build. Вот tgt это, грубо говоря, название нашего образа, tag. pbase, вот там вот в консервите, это, это, а нет, здесь подчеркнуло, пусть не видно. То есть вот это все название моего образа. И точка это значит, что docker-файл искать в текущем каталоге. То есть вот я это запускаю, и он начинает собирать. То есть он сначала загружает из docker-хаба, это online-много репозиторий docker-ских пакетов, он загружает последнюю версию betonal-py образа, и начинает собирать. И вот так он начинает, и в итоге все собирает. Вот по этой ссылочке можно посмотреть, например, видео, как вот этот вот процесс происходит, и что в итоге получается. После того, как образ собран, он у вас лежит локально в вашем docker. Дальше у вас есть вариант. Либо вы все разработки видите локально, и вас это устраивает, либо вы запихиваете этот образ в репозиторий. Но имеется в виду не git-репозиторий, даже не репозиторий, а register в терминах, в docker это называется. Register это хранилище для образов. Есть вот стандартное хранилище, которое находится в интернете, это докер-хаб hub.docker.com. Вот видите, вот этот текст вверх у cpro29a, сложный мой p-base. Вот cpro29a это мой логин на docker-hub. То есть теперь, если я сделаю docker-usch команду, это то у нас зальется на docker-hub. Возможно он скажет, что ты не авторизован, тогда можно будет написать docker-login cpro29a. Тогда он использует мой пароль на docker-hub, я авторизуюсь, и после этого docker-push, имя-образа, и я заливаю в register. А на docker-hub нет. Docker-hub это открытый. Вот, собственно, так выглядит docker-hub. Да, он открытый и бесплатный, там есть и платная и закрытая версия. Вот видите, build details. В данном случае я связал репозиторий на github, с образом в docker-hub. И я делаю вот этого docker-образа с docker-hub. Это называется automated builds. То есть вот там вот кнопочка create есть, я могу нажать create, и там выбрать это мой build. И связываю репозиторий на github с образом в docker-hub. И каждый раз при коммите в github у меня здесь собирается образ. То есть вот при каждом коммите у меня образ собирается. И каждый раз, когда мне этот образ может понадобиться, то любой машине, у которой есть доступ в интернет, она берет его и скачивает. Docker-hub открытый, поэтому даже никакой авторизации не нужно. Да, и скачивает его. Еще один вариант – ваш внутренний хайло-треческий. Когда представитесь себя в компании, какой-то софтинок, есть несколько вариантов. Вот мы пользуемся gitlab. Gitlab – это вообще, грубо говоря, ваш домашний github, но только гораздо круче. То есть у него гораздо больше возможностей. В него встроен уже continuous integration, в него встроен трекер issues, гораздо более навороченный, чем в github. И в том числе в gitlab встроен register для docker. Вот у меня есть вот gitlab, поднятый на нашем сервере. И там так сделано в gitlab, и не очень удобно на самом деле, что у каждого проекта есть свой registry. То есть вот у меня есть проект, в котором хранятся исходники чего-нибудь. Вот в данном случае это backend для одной функциональной системы. и в сценарии сборки, который в continuous integration вот этого проекта прописан, написано один из частей build, что собери вот этот docker файл и запиши его вот в этот registry. То есть у каждого проекта есть свой registry, где мы можем образ этим проектом запитать. Я сказал, что это не очень хорошо, потому что зачастую у вас может быть из одного проекта собираться много разных, разных образов. И в таком случае вы становитесь перед дилемой. Либо вы создаете пустые проекты чисто для того, чтобы там хранить образ, потому что в gitlab один проект, один registry. Либо вы делаете разные теги. То есть когда вот этот вот параметр t у docker build это название вашего образа. Вот там вот у меня было 29a slash и название вот этого образа, там docker compost, по-моему, docker pbs. Вот с него еще можно поставить двоеточие, и там обычно указывается версия. Но можно там указывать не версию, можно указывать, например, test, production или еще что-нибудь. То есть таким образом можно в один registry запихать много всяких разных артефактов. Мы так не делаем, мы создаем пустые проекты. Если нам нужно из одного проекта сделать дискомпас, мы создаем пустые проекты. Ну, собственно, это один из вариантов private registry. Есть registry от docker, который вы можете поднять на своих серверах, и можно использовать его. Так, тут я пошел дальше. Я взял тот образ, который мы собрали ранее, использовал его в качестве базового, и так, это у меня не бед приложение, это у меня тот демон, который получает твит и запихивает эту базу данных. То есть добавляя, собственно, файл питомовский, который есть в приложении, добавляя shell-скрипт, который делает дополнительные штучки, устанавливаю рабочий каталог, из которого будет запускаться мое приложение, и вот, смотрите, новая штука появилась. В прошлый раз это у нас был базовый образ, он сам по себе ничего не делает. Если вы его запустите, он сразу же завершится, потому что никакой команды не указано, какую вы получите. Вы можете прямо, вот стандартная команда для запуска контейнера, docker run, docker run, имя образа, и потом вы можете указать команду. Если команда не указана, то берется вот эта штука. То есть вот эта команда по умолчанию, которая будет запущена в контейнере. Вот этот контейнер для демона, который получает твиты. Собственно, вот я запускаю docker-ntripoint sh, и он уже запускает крит-тридц. Зачем мне нужен был docker-ntripoint, я потом уже покажу. На самом деле, если бы ничего хитрого не надо было делать, я бы здесь написал Python, а здесь написал бы крит-тридц. Вот это. То есть команду я просто запускал Python. Вы можете, конечно, запускать контейнеры команды docker run, их друг с другом связывать, и все будет шикарно. Но все-таки это косты. Если вы хотите полную инфраструктуру, в моем случае три контейнера между собой связанные, работающие как единая система, чтобы вот это вот все разом поднять, и не писать там какой-то shell-скрипт, который вызывает три команды docker run, есть штука, которая называется compose. Вот видите, это уже офигеть какая версия этого синтаксиса. Что она позволяет делать? Она позволяет мне описать службы, которые будут запущены в рамках этого композа. Потом я одной командой поднимаю всю нужную инфраструктуру. Вот смотрите, первая служба база Dart. Я ей просто говорю, возьми стандартный образ mapcash, основанный на Python. И имя хоста пускай будет db. Все, это все будет описание службы. У меня это значит поднимется база Dart. Без каких-то дополнительных настроек она будет работать. Следующая служба getTwits. Это вот то, что мы только что видели описание контейнера для нее. Вот он, наш OBS, 729A, demo.getTwits. И я ей передаю параметры. Это обычный environment, параметры переменной среды. Я ей говорю, что memcash-сердер находится на db. Мы его раньше определили. И на таком-то порту. И вот эта вот еще переменная secrets, она говорит, ну, блин, у нее может быть любое название, например, она для себя создала. Я передаю таким образом секретные данные вот в этот getTwits. Ну, в моем случае секретные данные это ключи к API Twitter. И говорю, что эта служба getTwits зависит от db. Пока не поднимется вот этот вот сервис db, вот этот инициализироваться композом не будет. И я говорю, что вот сервису getTwits нужны вот эти вот секретные данные, что они лежат в этом файлике, берутся из вот этого файлика, а все секреты находятся вот в этом пути run secrets. Они наберутся вот отсюда. И это режим доступа. Ну, на самом деле в докере по умолчанию у вас там, грубо говоря, один процесс. Поэтому в проблеме пользователей обычно заморачиваются смыслом большого нет, если вы пишете приложение правильно. Если вы пишете приложение неправильно, тогда запускайте ваше приложение в контейнере докера не по привилегированным пользователям, и вот здесь режим доступа уже указывается на 4.0 положено. Ну, это стандартный высокое ритм. То есть 4 это значит только для чтения, для всех, для пользователя, это группа и для всех остальных. И последняя служба, webapp, это собственно бетонанское веб-приложение, которое дает исхатику и оно обслуживает один endpoint tweets, который из фронтерна периодически опрашивается. Этот endpoint лезет вот сюда вот в memcash и получает свежие квиты. А в memcash они кладутся вот этим где-то. Вот здесь видите, у нас новая штучка, это я говорю, что вот это приложение публикует вот этот порт на внешнем порту 80. То есть это порт внутри и приложение, а это порт снаружи, который будет использоваться. И тоже передаю ей какие-то перемены. MemcashSaver, как у нас тут было, ListenHost. Это значит, что это приложение будет слушать на всех айпишниках. И говорю, что оно зависит от вот этих вот таких вот товарищей. И в конце описание секретов. Видите, оно на одном уровне находится, что и services. То есть если вот здесь вот secrets относится к good leads, то вот это глобальное описание. Я говорю, что вот этот композ, в нем объявляю такие вот секретные данные и говорю, что они находятся вот в каком-то файле. То есть этот файл, он должен находиться в том же, вот видите, .snash. Значит, он должен находиться в той же папке, из которой я запускаю этот композ. Если файла не будет, то, собственно, он уйдется. Собственно, когда у меня есть такая штука, полностью описанная конфигурация, я могу командой docker stack deploy поднять эту конфигурацию и она заработает. И на 80-м порту у меня появится докер кампонов, да? Дам, давайте надеемся! Давайте надеемся! Давайте надеемся, глядем. Давайте надеемся! Видите, я сказал докер стердикболь, если вы сталкиваетесь с компонов, то вы знаете, что есть еще докер-композ прав, или докер-композ прав. До двенадцатой версии композ был отдельной командой. То есть он писал докер-композ, это прям отдельный бинар. Сейчас композ входит внутрь самого докера, как его команда. И можно деплойт сразу на кластер сварм. Сварм это способ запустить ваши контейнеры не в рамках одной машины, то есть все, что мы до этого говорили, это, грубо говоря, в рамках вашей машины находится. Как только у нас есть сварм, сварм это кластер, который объединяет множество машин. вы их между собой объединяете сетью, говорите, что там находится ваш менеджер сварма, и в итоге вы можете композ файл, который описывает вашу конфигурацию, публиковать сразу на кластере. при этом сварм организуют так называемые сети, в которых вот эти хостнэп, которые мы здесь объявляли, они будут с помощью его внутреннего DNS доступны на всех хостах. то есть где бы ни была запущена служба gettwits, она будет знать, где запущена db. при этом я могу вот здесь вот, то есть я написал наиболее простой вариант, я здесь могу еще написать раздел deployment и написать, например, ограничение к типу хоста физического, на котором вот этот вот сервис должен быть запущен. например, мне важно, чтобы это был хост ssd, и я назначаю определенные лейблы хостап ssd и говорю, что в этот сервер должен быть запущен только на хосте ssd. или я могу сказать здесь, что вот этот сервис запускает 10 экземпляров, потому что это сервер, который обслуживает клиентов, и я хочу, чтобы он скейллся. я говорю, спусти вот 10, или я могу сказать вообще docker scale и в реальном времени увеличить или уменьшить количество инстансов вот этой этой штуки, которые могут обслуживать моих клиентов. и в docker slam, вот кроме вот этого DNS, который позволяет общаться с сервисом, который на разных машинах находится, там есть еще и балансировщик. то есть вы обратили внимание, да, что я сказал, что я могу заскейлить это приложение и его станет 10 штук, но да, стало его 10 штук, но именно это постмейл, где у нас оно одно, а как приложение будет знать, что мы обращаемся вот к тому виллу, а не к другому? они как будут знать? у нас есть балансировщик, который будет раскидывать несколько вариантов, раундробитный или взвешенный, он будет раскидывать между разными инстансами этой службы, которая запущена на разных постах сварма. и чтобы это все правильно работало, естественно, ваше приложение должно быть stateless, потому что если оно не stateless и у вас один запрос пошел к одному экземпляру, а второе ко второму, то мы приехали. Собственно, поэтому контейнеризация идет рука в руку с микросервисами и тем, что называется 12 факторов. То есть это набор правил, которым должны следовать приложения, чтобы они были максимально легко разделяемы на такие маленькие кусочки микросервиса, чтобы они были stateless, независимы друг от друга. В частности, один из 12 факторов, что вся конфигурация должна передаваться через переменные среды. Потому что, когда у вас есть конфигурационные файлы, у вас начинаются проблемы, когда вам нужно внести изменения в множество запущенных непонятно где инстансов вашего приложения. А когда у вас все управляется через переменные среды, это все через тот же самый докер, очень прозрачно и легко делается через микросервисовый создатель. Нет, а переменные среды, они, получается, везде есть предоименная контейнера? Ну или какие-то докеры или локальные? Они передаются внутрь контейнера снаружи. То есть в момент запуска композа, ты можешь сказать, какие переменные среды из твоей среды попадут внутрь композа. И плюс потом ты можешь их изменять на лету. Причем сам сварм умеет делать ролик updated. То есть вот это вот обновление контейнера, оно происходит с перезапуском контейнера. Но ты можешь сначала, то есть сварм это делать умно. Если у тебя несколько инстансов, там есть несколько стратегий, то он это может делать. Но обычная стратегия, он исключает из своего load balancer один из инстансов, обновляет его. Не важно, ты изменил там переменные среды или ты изменил образ. Он его исключил из кластера, из load balancer, обновил его. Проверил, что он работает. Там еще есть такая штука как холст-чек. Причем он настраивал, и ты можешь там делать хитрые правила. Проверил, что он работает, и после этого он включил кластер, и начинает с другим работать. Вот. Докер-машин. Это еще... Куда мы идем? Еще одна штука, которая вам повлечет жизнь. Докер-машин позволяет запустить докер или кластер сварм на вашей машине, используя... Не в нашей машине, но в частности на вашей машине. Либо используя какой-то из своих драйверов для виртуальных машин, либо можно использовать какой-то облачный сервис. То есть, я вам говорю, докер-машин create svmaster. На самом деле, можете перейти по ссылочке сверху, и опять же посмотреть видео, как это происходит. Или я могу потом вам деку показать, рассмотрим по времени. Вот докер-машин позволяет вам у себя поднять этот смарт-кластер, поднять несколько докеров и с ними работать. Собственно, давайте я вам покажу демку. Собственно, видели, да? Я запустил рано Саш. Он что-то думал, и в итоге вот он запустил нашу демку. Саша. 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 Вот, собственно, запустился наш dashboard, давайте что-нибудь проверим. Пока вы видите, я покажу. Ну, смотрите. Docker Machine OS. Сейчас мы посмотрим запущенные Docker Machine. Слушай, пока не спустилась. Скажи, что если мы хотим свармить наше приложение, то оно должно быть stateless? Ну, да. А он как раз и не умеет фрокингового стейкфа приложения? Ну, умеет. Но просто я говорил в том момент про то, как приложение скиляться. То есть, если ты делаешь веб-балансировку и раундробен, то, собственно, ты не можешь делать стейкфа приложения. Если ты сделал раундробен-балансировку и приложение у тебя, это на самом деле разные инспансы. Ну, в стейкфа приложениях мы просто же указываем на западку клиенту, что, короче, ты принадлежишь, вот это был стейкф у Esports, и вообще стесняк. Ну, смотри, у тебя балансировщик, у него один адрес. Да. То есть, никак балансировщику ты не скажешь. Спасибо.